В августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о деятельности банковского омбудсмена. По каким вопросам и когда к нему можно обращаться? В эфире программа «Право знать». Меня зовут Дениар Даутов. Здравствуйте. С какими проблемами можно обращаться к банковскому омбудсмену с 21 декабря 2024 года? Его компетенции будут расширены на все виды банковских займов, а также на все займы физических лиц, уступленные по договору цессии в коллекторские компании и иные финансовые институты. Законом по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования, регулирования финансового рынка и исполнительного производства предусмотрено, что банковский омбудсмен с 21 декабря 2024 года будет рассматривать споры по всем займам, в том числе потребительским. Как объяснили эксперты «Финграмота КИЗ», до этого времени банковский омбудсмен продолжит заниматься урегулированием разногласий только под договором ипотеки между заемщиками и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций. Данную работу он проводит с 2011 года. Формат меняется. Вы знаете, сейчас будет разграничение на банковским омбудсменом, который уже не будет представлять себя в одном лице. Там будет прямо коллегиальный орган, да, будет состоять из представителей банковского омбудсмена, представителей агентства как у полномоченного органа, представителей коллекторского сообщества, то есть со стороны ассоциаций. И будет отдельный омбудсмен по микрофинансовому организации. Вот это как раз есть нововведение. Банковский омбудсмен – это независимое в своей деятельности физическое лицо, и по закону банки обязаны исполнять его решение. В настоящее время он решает споры по договорам ипотечного займа между заемщиками, физлицами и банками, не доводя их до суда. К слову, полномочия омбудсмена прописаны в законе о банках и банковские деятельности в Республике Казахстан. Срок полномочий банковского и микрофинансового омбудсмена 3 года, будет избираться олеги. Получается, решение, принято как банковским, так и омбудсменам по МФО, они будут неукоснительны к соблюдению. Банковский омбудсмен выступает посредником, который помогает заемщикам и банкам найти компромисс. Он поможет, если банк нарушит условия договора ипотечного займа или закон. Например, банк повысил процент по ипотеке, из-за чего вырос ваш ежемесячный платеж. Или проконсультирует по вопросам просрочки по кредиту, подскажет алгоритм действий в нелегкой финансовой ситуации, в том числе связанный с оформлением мошеннических кредитов. Перечень вопросов расширяется. То есть, как я сказал ранее, теперь любой заемщик по потребительским займам, если есть проблемные неразрешенные вопросы, спорные, он может также обращаться в банковский омбудсмен. И банковский омбудсмен обязан будет рассматривать эти обращения и принимать коллегиальные решения. Уже не доводя до каких-то судебных разбирательств, причем вопросы будут рассматриваться по любому заемщику, будь он получил совсем мелкие микрокредиты, допустим, в МФО, это омбудсмен МФО, либо, допустим, займ в банке, либо уже переданный коллекторскому агентству проблемный займ. Вот по каждым этим вопросам, ну и включая ипотечные также займы, вот все эти вопросы, банковский омбудсмен, омбудсмен МФО, в коллегиальном порядке будут решать каждый персональный кейс. Банковский омбудсмен не подменяет третейский или гражданский суд. Институт банковского омбудсмена вырабатывает конкретные рекомендации по обращениям заемщиков, касающихся изменения условий исполнения обязательств по договорам ипотечного займа. Он также помогает в части организации встреч и переговоров сторон, выступая квалифицированным консультантом в переговорном процессе. Омбудсмен откажет в помощи по обращениям граждан, которые приняты к рассмотрению судом или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу. Либо же направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела. Также не стоит обращаться к банковскому омбудсмену, если у заемщика отсутствует письменное доказательство его обращения в банк. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова